Здравствуйте! Мы начинаем нашу рубрику «Народный календарь». Сегодня мы поговорим о народном празднике Епифанов день. Я расскажу вам историю праздника, приметы, традиции. Приятного просмотра! Народный праздник Епифанов день отмечается 25 мая, по старому стилю 12 мая. Православная церковь в этот день чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника – Рябиновка, Красный Кафтан, Епифан. Название Рябиновка день получил в честь одного из самых уважаемых и любимых деревьев на Руси – рябины. Рябина в народе считалась защитницей от огня и пожаров. Святой Епифаний жил в IV веке. По прошествии некоторого времени Епифаний стал архиереем города Соломин, Кипр. В этой должности святой ревностно защищал христианскую веру и помогал бедным. Он умер в 403 году. Седьмой Вселенский собор назвал святителя отцом и учителем православной церкви. В этот день к рябинам, которые росли перед домом, выходили девушки, и, надев лучшие красные сарафаны, водили вокруг них хороводы с песнями и плясками. Пытаясь задобрить духов огня и не пускать их на свободу. В том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет в красном кафтане, то есть будет яркая заря, то лето случится, много пожаром. Много поверья было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день. С кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки, значит заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли одолей травой, поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала противотворным свойством. А вот белые кувшинки проносить в дом не следовало. Это грозило гибелью домашнего скота. Каковы же традиции и обычаи на Епифанов день? На Руси срывали веточку рябины и ставили в вазу. Чем дольше ветка не засыхает, тем дольше будет семье сопутствовать удача. Также считается, что рябина уберегает от негатива. Девушки облачались в красные сарафаны, чтобы предотвратить пожары и молнии. В огороде сажали рябину именно в этот день, чтобы защитить домочадцев от бед. А что же нельзя делать на Епифанов день? В этот день нельзя срывать кувшинки, иначе можно привлечь беду. Опасно стричь ногти и волосы, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не стоит отказывать в милостыне, все божественные потом вернутся. И приметы на Епифанов день. Красный рассвет сулит лето без дождей, а вот если утром пасмурно, то осадков будет много. На Руси верили, что встретить суслика в этот день – к удаче. Если гуси выщипывают перья, случится беда. Если зацвела рябина, будет хороший урожай. До встречи!